Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт! Астробот обзавелся свежим трейлером в честь скорого релиза. Интересен он тем, что в ролике засветились способности, которых мы раньше не видели. Обезьянка Хэнди Ди своими загребущими руками поможет протагонисту карабкаться, раскачиваться на перекладинах и бить противников. Так называемые мутэки или мутаки сворачивают героя в шар, чтобы тот мог прокатиться по острым поверхностям или протиснуться в узких местах, для чего, кстати, подойдет и способность превращаться в крошечную мышь. В игре необходимо спасти 300 друзей Астра, разбросанных по галактикам. Половина из них это камео-персонажи, вроде Элой, Натаныча и других обитателей миров Сони. Чем больше соберешь друзей, тем больше откроешь зон на планете Хаби. Бот также сможет заимствовать навыки гостевых героев, например, швырять топор Левиафан Аки Кратос. Астробот стартует 6 сентября исключительно на PlayStation 5. Дедлог никто не рекламирует, не производятся никакие твич-дропы, но при этом онлайн растет как на дрожжах. Видимо, новому проекту Valve помог простой советский апдейт. Создатели намерены усилить вертикальность игрового процесса, и для этого они добавили возможность отскакивать от стен без траты выносливости. У зданий появились новые точки входа с крыш с зиплайнами, чтобы быстрее можно было подниматься наверх. Патч вводит более сотни правок баланса и мелких корректировок. Из защитимого появилась страница профиля, где собрана статистика по каждому герою и матчу, а прошлые катки можно смотреть через систему реплеев. В данный момент дедлог доступна только в Steam. Пока кто-то ждет переосмысленную Silent Hill 2 в современной обертке, фанаты не прекращают работу над улучшением оригинала 2001 года. Речь идет не о ремастере в привычном понимании, а об исправлениях недочетов старушки СХ и доведении ее до ума без вмешательства непосредственно в игровой процесс. На днях Silent Hill 2 Enhanced Edition получила финальное обновление. Последним патчем умельцы вытравили оставшиеся визуальные баги, решили проблему с текстурами из-за неправильного UV преобразования, отреставрировали полноэкранные изображения, поправили геометрию, где та была кривой, и добавили ее туда, где геометрии обрывались. Кроме того, улучшили модели транспорта, интерьер машины Джеймса, добавили пасхалки из других классических частей серии, подтянули управление и многое другое. На этом, спустя 7 лет, работа над Enhanced Edition завершается. Апдейты могут выходить в будущем, но уже совсем уж мелкие. Silent Hill 2 Enhanced Edition доступна на официальном сайте проекта. В конце 2024-го мрачный рогалик Darkest Dungeon 2 настигнет бесплатное обновление с новым режимом Kingdoms, а с ним и свежая DLC Inhuman Bandage. Режим является собой кампанию, где отряд героев перемещается между комнатами и ввязывается в случайные события. Кампания разделена на три модуля, по одному на каждую фракцию. Выходить они будут постепенно, начиная с Hunger of the Beast Clan. Основным противником в этих приключениях выступит раса уродливых зверолюдей. Inhuman Bandage добавит новый регион — катакомбы, со своими квестами, врагами, оружием и прочим. Причем доступен он будет как в стандартном режиме, так и в Kingdoms. А в качестве бонуса владельцы DLC получат нового героя с собственной предысторией и уникальными механиками. Более 8 миллионов человек сумело привлечь Ubisoft к сетевому шутеру X-Defined. Но такова была ситуация на старте проекта. Удержать эту немаленькую орду французам не удалось. По сообщениям нашего зарубежного внештатного корреспондента Тома Инсайдеровича Хендерсона, разработчики получили наказ сверху, дескать, верните к игре интерес до конца третьего сезона. Или закроем. Один источник утверждает, что игра не может добиться и 20 тысяч онлайна на всех платформах. А другой утверждает, что даже эти цифры уже мечта. Студия в дизморале. Руководство не хочет брать на себя ответственность за промокль. Короче, черт знает что. Неудивительно, что разработчики сами не верят в успех. Тут еще и Black Ops 6 на носу. У-у-у-у. Второй сезон X-Defined запланирован на 24 сентября. Узнать, каково это играть в Квиддич в 2024 можно из свежего обзорного трейлера Harry Potter Quidditch Champions. Если ты фанат фильмов, ты должен помнить, что матч всегда заканчивался, когда мистер Поттер овладевал золотым сничем. Создатели же игры решили несколько изменить правила. Матч будет длиться до тех пор, пока одна из команд не наберет 100 очков. Или не закончится время. За каждый гол начисляется по 10 очков. А пойманный снич принесет всего лишь какие-то жалкие 30 очков. А вот можно ли его будет поймать несколько раз за матч, вот это никто не говорит. Играть можно из-за охотников, из-за загонщиков, из-за вратаря и из-за ловца. Между ними можно будет свободно переключаться. Разработчики поведали о третьем турнире, который станет доступен в ходе сюжетной кампании. В этом состязании протагонист будет играть за сборную Хогвартса против команд двух других известнейших магических школ. Дурамстранга и Шармбатона. Релиз Квиддич Чемпионс состоится уже завтра на ПК, Xbox и PlayStation. Создатели хоррор-боевика The Forever Winter объявили, что 24 сентября игра выйдет в ранний доступ. Будучи там, она предложит 4 плюс одну незавершенную карты и ворох пушек на любой вкус. Героев пока только 5, каждый с уникальными навыками и эквипом. Не густо, но обещают добавить больше контента по ходу разработки. The Forever Winter появится только в Steam и русского языка в ней не предвидится. От успеха ПК-версии зависит появление и консольный. Также с датой выхода определились разработчики Hitman 3 VR Reloaded, эксклюзивного переиздания третьего лысого со штрих-кодом для шлемов Quest 3. Стрелять по-македонски в роли Агента 47 можно будет с 5 сентября. Помимо оружия в каждой руке, обновленная версия предложит улучшенную систему передвижения, повышенную интерактивность и не только. Тимулятор выживания в адских джунглях с каннибалами Green Hell скоро отпразднует 5 лет. В честь праздника авторы представили следующую обнову под названием Decorations, которая позволит украсить свой уютный домик в зеленом одище. И с болью в сердце разработчики сообщили, что эта контентная добавка станет последней. Студия Creepy Jar продолжит выпускать небольшие апдейты, но все внимание ее будет перекинуто на следующую игру. Выживач на чужой планете Star Rapture. Всем обладателям Green Hell авторы разослали подарок в виде анниверсари-пак с артбуком, саундтреком и набором цифровых приятностей. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. Там же не пропустите статью Степана Пескова, который расписал, какими новинками намерен подчивать нас в сентябрь. Приятного ознакомления и хорошего вам дня!